Мы ничего нового не вводим, мы возвращаемся в схеме Кубка Конфедерации. Тестовый матч на Казани-Рени показал, что экспериментировать с перекрытием дорог возле стадиона больше не стоит. Лучшее, что можно было сделать, было придумано на Кубке Конфедераций. Никаких пропусков в дни проведения чемпионата мира не будет. Соответственно, жители через вот тот заезд, если мы говорим о 69-м квартале, и имеют поворот Самирхана на Чистопольскую, а у других жителей в принципе не было проблем, они через внутриквартальные проезды имеют возможность ко всем своим домам подъехать, ограничений не будет. В дни футбольных матчей за несколько часов до и после игр ограничат движение на ряде улиц, примыкающих к стадиону, то есть будет действовать последняя пешая миля. Болельщикам советуют воспользоваться общественным транспортом, он будет и бесплатным. Это автобусы-шаттлы с символикой чемпионата. Личный же транспорт можно будет оставить на парковках, что расположены в километре от стадиона. Работа данных маршрутов, проходящих через Казань-арену, будет осуществляться с продлением режима работы на три часа после окончания матчей. С 5 июня и на все время Мундиали будет закрыта улица Сибгата-Хакима возле центра семьи Казан. И здесь расположится парк болельщиков. И к этому же дню собираются открыть новый участок улицы Бондаренко. А уже с сегодняшнего дня и по 10 июля в Казани ограничили въезд большегрузов. С пяти часов утра до часа следующего дня, это одного часа, введен запрет движения транспортных средств с разрешенной массой свыше пяти тонн. И транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Нерегулярным автобусным перевозчикам, чтобы попасть в Казань, нужно будет оформить специальную заявку на сайте организаторов чемпионата мира. Все нюансы мундиальных транспортных изменений можно узнать на портале Казанского исполкома. Дмитрий Аринин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова